Семейная гиперхолестеринемия Мы видим, что наши ученые и коллеги изобрели новый прогрессивный метод профилактики образования атеросклероза сосудов путем снижения холестерина. Поэтому сегодня наши коллеги, врачи собрались для того, чтобы обменяться опытом и узнать, какие новые схемы профилактики и лечения атеросклероза сосудов мы можем сегодня применять в нашей клинической практике. Также в симпозиуме приняли участие врачи-кардиологи со всей России. Потому что все-таки проблемы достаточно значительные. Значительные проблемы и мы хотим выявить на ранних стадиях заболевания, связанные с генетическими нарушениями в обмене холестерина, в обмене липидов, с тем, чтобы не допустить во взрослом состоянии таких серьезных осложений, как инфаркт миокарда. Возможно ли остановить прогрессирование атеросклеротического процесса? На этот вопрос постарался ответить и руководитель кардиологического направления университетской клиники КФУ Гадель Камалов. Фармацевтические компании разрабатывают новые лекарственные препараты, гораздо более мощные, гораздо более эффективные. В любом случае эти лекарственные препараты для нас новые. Мы учимся с ними работать и мы представляем себе, что у нас появится новое оружие, которое позволит бороться с атеросклерозом и у взрослых людей, и у молодых людей. Междисциплинарная конференция в университетской клинике КФУ, в которой приняли участие не только кардиологи, но и ведущие специалисты мирового уровня по лечению гиперхолестеринемии, а также и педиатры, позволила разобрать вопросы ранней диагностики этого заболевания, обсудить алгоритмы лечения и профилактики. Адель Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универниус.